В прошлом видео мы вспоминали, как трилогия Uncharted повлияла на индустрию развлечений и открыла дорогу Next-Gen играм седьмого поколения консолей. Настало время поговорить о Uncharted 4, A Thief's End. Что ждет Нейтана Дрейка в его последнем приключении? Что нового разработчики приготовили для игроков? И какую роль предстоит сыграть Uncharted 4 в будущем индустрии? История A Thief's End начинается через несколько лет после событий третьей части. Нейтан Дрейк женился на Елене и отказался от сумасшедших приключений в пользу тихой семейной жизни. У него даже есть собственный музей, где он закапывается в бумажке и сам превращается в покрытый пылью экспонат. Он остепенился и живет в прошлом. Ну, по крайней мере, так было, пока на пороге музея не появился брат Нейтана, Сэм, которого долгое время считали погибшим. Внезапно воскресший брат влип в неприятности и просит помощи в поисках сокровища капитана Генри Эвери, легендарного пирата 17 века. Для Дрейка это отличный повод сорваться с насиженного места и вернуться к любимому образу жизни. Но, несмотря на то, что жажда приключений с годами только росла, Нейтан сильно изменился. Стал старше, мудрее. Совсем как в Арчун Салли. Нейт и Сэм найдут путь в Либерталию, мифическое пиратское поселение на севере Мадагаскара, которое вот уже несколько столетий ищут археологи и расхитители гробниц. Все сокровища и затерянные города, о которых говорилось в прошлых играх серии, Эльдорадо, Шамбала и Ра Многоколонной, отсылают к древним легендам и мифам. Asif Sand не исключение. Подробнее о Либерталии вы сможете узнать из нашего большого материала на сайте. Uncharted 4 не меняет форму серии, а дополняет шаблон, сформировавшийся во второй части. Это по-прежнему динамическое приключение с живыми персонажами и режиссурой. Уровня голливудских блокбастеров. Только на этот раз в распоряжении Naughty Dog оказалось железо PlayStation 4 и опыт, полученный при создании Last of Us. История Элли и Джоэлла в разных аспектах повлияла на разработку Uncharted 4. Ремастеринг Last of Us на PlayStation 4 дал возможность Naughty Dog потонироваться на новом железе, а после кадровых перестановок в студии сценаристы Last of Us переписали историю Asif's End, так, как они видят последнее приключение Нейтана Дрейка. Само собой, многие, вспомнив сюжет постапокалиптической драмы Last of Us и обратив внимание на подзаголовок четвертой части Asif's End, то есть конец вора, испугались. И не зря. В новом приключении на доле Нейтана выпадет немало неприятностей. С самого начала игры вас будут подводить к мысли, что это последние проводы Дрейка. В заставке рисуют эпизоды из прошлых частей, а на полках музея лежат самые главные находки Дрейка и журналы путешествий. Вас сразу настраивает на то, что в конце Нейтана придется подводить итоги. Да, это последнее путешествие Нейтана Дрейка. Трогательное прощай от студии Naughty Dog, которая двинется дальше и уже никогда не вернется к своему самому успешному франчайзу. Но это не повод раскисать. Uncharted 4 — это прекрасная возможность для Naughty Dog показать свои силы на PlayStation 4 и сделать индустрии хлесткое напоминание. Кто тут король? Asif's End хоть и сделана с большим уважением ко второй части, но серьезных отличий вы найдете немало. Первое, на что нужно обратить внимание, — это дизайн уровней. Они стали больше, ну просто огромные, как в Halo. Чего стоит один эпизод на Мадагаскаре, где дают покататься на дживе по красной лоттерингской почве, подрисчить в грязи и порешать простенькие головоломки с лебедкой и скользкими склонами. Вообще на Мадагаскаре очень красиво. Вы, кстати, обращали внимание, что если где-то показывают Мадагаскар, то обязательно упоминают лемуров. Все потому, что эти красавчики водятся только там. Эксклюзивные, как Uncharted. Эй! Эй, Салли! Эй! И что моя аппель? Не могу спрятать кого-то в эти дживы. Разработчики не скрывают, что переделывали механику стелса под впечатлением от Metal Gear Solid 5. Если вы любите МГС и играли в пятую часть, то на Мадагаскаре вас будет преследовать дежавю. Пустынная местность, свободное перемещение и аванпост, который можно зачистить, оставшись необнаруженным. Даже отмечать врагов можно. Повестку на глаз этому господину. Стелс Ван Чарта 4 стал лучше, но все равно остался поверхностным. Враги не хотят замечать спутников Дрейка и на трупы своих товарищей реагируют, мягко говоря, нереалистично. Это все-таки приключенческий шутер, а не стелс-экшен. Тем более, разносить врагов в открытом бою куда приятнее. Перестрелки стали динамичнее. Долго сидеть в одном укрытии не получится, потому что рано или поздно оно не выдержит плотного обстрела и развалится. Даже если удалось спрятаться за чем-то крепким и неразрушимым, противники все равно разделятся и зайдут к вам в тыл. Поэтому приходится активно передвигаться по уровню, чередуя скрытые убийства с дождем из свинца. Крюк-кошка помогает Дрейку быстро преодолевать большие расстояния, чтобы ускользнуть от неприятелей или, наоборот, набрать скорость и хорошенько вдарить по голове зазевавшемуся патрульному. В защиту полуслепого искусственного интеллекта нужно сказать, что в бою он так просто не сдается. Даже старый трюк вскарабкаться по уступу и сбросить паршивца в пропасть уже не кажется таким простым, как раньше. Дрейку по-прежнему нужно добираться из точки А в точку Б, но теперь необязательно устраивать геноцид на каждом уровне. Можно выбирать разные пути и открывать срезки, чтобы сэкономить боеприпасы. Игроки любили Last of Us за эпизоды, где их предоставляли самим себе на большой локации. Можно было без спешки побродить по окрестностям, поискать интересные вещи, записки, стать свидетелем каких-нибудь необязательных диалогов и сценок, словом, проникнуться атмосферой. Такими эпизодами в Uncharted 4 разбавляют напряженные перестрелки и погоню. Часто это уютные семейные сцены, в которых Дрейк листает фотографии со свадебного путешествия или устраивается на диване, чтобы поиграть в первую PlayStation. Да-да, всё верно. Это игра, внутри которой можно ещё и играть в видеоигры. Просторные многоярусные уровни ведут к высокой вариативности, а по передовой графике можно сказать, что играть в Uncharted 4 и через 5 лет будет не менее приятно, чем сегодня. Говоря о картинке, сложно преувеличить её красоту. Чтобы было понятнее, скажем так, за прошедший год вышло много CGI-трейлеров, которые выглядели хуже, чем о катсцены из Uncharted. В As Ifs End нет пререндеренных роликов. В прошлых играх катсцена предвещал чёрный экран, а в худшем случае экран загрузки. Благодаря мощности PlayStation 4 у Naughty Dog появилась возможность размыть границы между игрой и роликом. Впервые в своей работе Naughty Dog использовали сканирование мимики актёров для создания лесовой анимации. Однажды сопрезидент Naughty Dog Эван Уэллс сказал, что игру делают детали. Те, на которые вы не обращаете внимания, тоже. Они всё равно воспринимаются подсознанием и влияют на конечное впечатление. В этом философия Naughty Dog. Поместить игрока в условия, где каждая деталь работает на атмосферу. Даже та, которую вы не заметите. Как, например, Сакаду. Или Нестагм. Нет, это не слова из мандрокультистов Ктулху. А такие быстрые колебания глаз, которые мы совершаем непроизвольно, когда что-нибудь разглядываем. Например, лицо собеседника. Признайтесь, вы не замечали их в прошлых играх серии. Но если бы Naughty Dog не анимировали такую мелочь, то персонажи казались бы чуть менее живыми. Каждый элемент Uncharted 4 кажется до боли знакомым. Но всё выполнено на таком уровне, которого пока не достигла ни одна другая студия. Ближайший аналог вопроса графики Order 1886 и тот уступает Uncharted право называться настоящим Next Gen'ом. Кинематографичный викторианский London в Order это сплошные замкнутые пространства. И иногда небольшие прогулки по улицам. Uncharted 4 позволяет себе отправить вас на гигантские уровни. С прорисовкой до самого горизонта, не теряя при этом производительности. Площадь уровней выросла, но они не стали пустыми. Наоборот, плотность деталей возросла. Если джип мчится по грязи, слизь будет струёй вылетать из-под его колёс. А если этот джип едет перед вами, то будьте готовы, что вся грязь полетит вам в лобовое стекло, где его размажут дворниками. И хотя бы один ошмёток этой мадагаскарской жижи обязательно угодит на одежду Дрейка. И вот когда погоня закончится, и придёт время сюжетного ролика, этот кусок грязи никуда не пропадёт, и будет красоваться на своём законном месте. Это только один из примеров того, как Naughty Dog развивает свою философию детализированного окружения. Кто ещё готов на подобные безумства? Uncharted 4 — это не просто прощание с серией. Это ещё и наглядный пример для игровой индустрии на годы вперёд. Более того, последним путешествием Нейтана Дрейка Naughty Dog заложила начало для второй волны игр на текущем поколении консолей. Настоящего Некстгена, которого мы ждали последние два года. Сценарист и режиссёр игры Нил Дракман считает, что даже когда получаешь плохие отзывы от фанатов, это всё равно маленькая победа. Потому что ты смог достучаться до этих людей, и теперь можешь видеть, что им как минимум не наплевать на тебя и твоё творчество. Нужно быть волевым человеком, чтобы научиться вот так превращать негативные эмоции окружающих в мотивацию и наделять их смыслом, без которого они так и остались бы очередной злобной запиской в интернете. Нужно быть волевыми людьми, чтобы однажды определив свой курс, неизменно следовать ему на протяжении десяти лет. Naughty Dog росла, менялась, училась новым приёмом и старела вместе с Дрейком. И прежде чем отправиться покорять новые вершины, студия оставила нам всем замечательный подарок. Летний блокбастер, главный герой которого ты, игрок. Летний блокбастер Г patronage Русланд Русланд Продолжение следует...